У нас в детской комнате 17 градусов морозы. Промерзают окна, промерзает стены и снег на потолке. Как жить? Ребенок 16 лет. Могут исключить от колледжа, если заболеет. С такой морозной проблемой жители 12-й квартиры новоалтайской пятиэтажки по адресу вагоностроительная 32А живут уже около пяти лет. Началась эта ледяная история с потопов. Сначала затоплял Горецкий у нас третий этаж. Ледниковый период здесь был с улицы и стояло все. Потом тут устранили и стало мокнуть. Вот эта стены промокли. Я думаю так, что вот этого. Вызываем мастеров. Приехал Крюков Сергей Анатольевич. Ой, надо вот здесь выдолбить все. Сверху тут с улицы одолбили. Замазали штукатуркой через некоторое время. Все валится. Основная претензия жильцов 12-й квартиры как раз к облицовке дома. Они считают, что из-за ее изношенности появилось множество трещин, через которые задувает ветер. Управляющая компания в 2020-м сделала отмостку. С ремонтом цоколя сложнее. Подрядчиков не устраивает цена вопроса. Рассказала нам по телефону старшая по дому. Облицовка это у нас цоколь. Должны были сделать в прошлом году. Не поручу. Сделали. Должны были сделать в этом. Но в этом тоже не получилось. Угу. Перенесли уже на следующий год, правильно? Ну, вероятно. В управляющей компании пояснили, что 12-я квартира замерзает из-за того, что это помещение, по сути, не полноценная квартира, а переоборудованная бытовка бывшего общежития. Над балконной плитой полностью, по которой раньше считали, что там идет промерзание, то есть либо протекание, то есть там проведена гидроизоляция. То есть ситуация не изменилась. О чем, в принципе, изначально, когда комиссия приходила, в том числе администрация приглашала туда представителей проектировщиков, они сразу сказали, что эту проблему не решит. Надо разбираться с вентиляцией, то есть ее новую строить. Но чтобы это случилось, необходимо провести общедомовое собрание, на котором собственники большинства квартир должны поддержать голосами замерзающую. Но холодно сегодня не только в ней. Морозно и в самом подъезде. Причина – устаревшая дверь, которая постепенно отслаивается от дома. Вечером, вот когда спать ложишься, вот этот бум, хлопание двери вот так вот открывает. Двери не придерживаются. Она постоянно хлопает, и она вон вниз. На эту дверь, рассказали в управляющей компании, куплен доводчик. Установить его пообещали, когда спадут морозы. И добавили, что сейчас ищут фирму, которая будет обслуживать домофонную дверь. Хотя бы один вопрос в ледяной истории должен решиться. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.